Марк, ну что, все взоры, взгляды, все нервы, все смыслы устремлены сейчас на Америку и на их предвыборную кампанию. Камала Харрис, Дональд Трамп буквально ноздря к ноздре идут, и одни опросы показывают, что один немножко вырывается вперёд, другие другой. Скажите, пожалуйста, вот как вы на сегодняшний день, учитывая, что до 5 ноября остаётся не так много времени, как вы оцениваете шансы обоих кандидатов, и как вы оцениваете, вот если один побеждает, что будет для Украины, если другой побеждает, что Украине ждать? Ну, что касается прогнозов и шансов, дело это неблагодарное, они реально пополам имеют рейтинги и пополам имеют поддержку. Понимаете, Америка 330-миллионная страна, то есть тут, знаете, погрешность миллион туда, миллион сюда, она, мягко говоря, мало что даёт, потому что колебания могут идти до последнего дня выборов. Кстати, в Америке можно агитировать прямо даже в день выборов, поэтому с этой точки зрения там нет никого дня тишины, ещё чего-нибудь. И, кстати, на прошлых выборах вот это вот другой важный момент. Ведь в 2016 году Клинтон, Хиллари Клинтон, она выиграла выбор народа, опередив Трампа на 3 миллиона, но коллегия выборщиков, вот эта диспропорция, вот эта корреляция между поданными голосами и диспропорция между представителями штатов, выборщиками, она была другой и победил Трамп, то есть выбор народа и коллегия выборщиков это разные, в общем, по сути, решения избирателей. И с этой точки зрения тут тоже может быть специфика, то есть вполне может статься, что Камала Харрис повторит опыт Клинтона, она может выбрать выбор народа, то есть реально за неё проголосуют больше, не просто больше, а 3 миллиона, ну, понятно, масштабы Соединённых Штатов – это капля, но, так сказать, ощутимая... Целая страна европейская. Да, но это может не дать ей победы, понимаете, то есть всегда нужно побеждать с каким-то более ощутимым перевесом, вот это тоже важный момент. Поэтому предсказать невозможно, то один, то другой, то вырываются вперёд, то создаётся иллюзия уже окончательной победы кого-то из кандидатов, но до последней минуты будет, по-видимому, неясно, потому что если бы это преимущество было очевидным заранее, то оно бы, наверное, сохранялось. Сейчас колебания слишком сильные. Что касается победы одного или другого, вы понимаете, как каждый из кандидатов свою позицию по поводу Украины ведь обозначил. Если мы говорим публично, он её обозначил. Ну, например, 10 сентября на дебатах, которые состоялись в Пенсильвании, по-моему, на прямой вопрос, продолжится ли поддержку под руководством того или иного кандидата Соединённые Штаты Украины, Камала Харрис ответила «да», а Трамп ответил «очень уклончиво». Далее. Когда Зеленский, президент Украины, прибыл в Соединённые Штаты, вот буквально в конце сентября на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, он имел встречи и с Камалой Харрис, и с Трампом, что очень важно, потому что встреча с Трампом, она же была то да, то нет, но она состоялась. И я бы сказал, что более обнадёживающие гарантии, а в Америке это очень важно. Всё-таки если то, что ты говоришь перед прерывом кампании, ты всегда можешь потом, а перед тем, послушайте, я вам этого не обещал. Разумеется, и американские политики, и кандидаты в президенты обманывают избирателей, обещают одно, не делают, но зазор этот гораздо меньше, чем у других политиков, даже в Европе. Намного меньше, потому что там слишком обмануть ожидания – это очень плохо. То есть это тебе припомнят во всех отношениях, и не то, что не переизброют на следующий срок, но ещё и, так сказать, в период твоей каденции будут проблемы, потому что обещания надо выполнять. Это очень важно для американской этики политической, очень важно. Трамп ничего такого не обещал, вот этой тотальной поддержки Украины, поддержки хотя бы в степени, которая её обеспечивает нынешняя администрация, он не обещал. То и дело звучат разные заявления со стороны Трампа. Он обещает за сутки закончить войну всё время. Ну вот посмотри, как он это выполнит, это обещание. Если это предполагает сдачу Украины… За чей счёт? Да, за чей счёт? Это можно и за полсуток, это можно и за час сделать. Сказать, я тебе больше оружия поставлять не буду, финансово помогать не буду, ничего делать не буду. Ну да. Сейчас, по-видимому, есть несколько действий, которые Трамп совершил под действием своих советников. Первое – это то, что он в конечном итоге всё-таки встретился с Зеленским, несмотря на все гневные эпитеты, которые на митингах в адрес Зеленского торговец, без миллиарда не уезжает. Это что, о союзниках так говорят? Да, значит, как он отзывался о Зеленском, что наши дети, типа, будут погибать, ну, американские дети и внуки, и так далее. Но, тем не менее, он всё равно встретился с Зеленским, и это показатель того, что тема украинская значима, и определяться по ней надо, и встречаться с Зеленским надо, чтобы какую-то часть американцев избирать, в условиях вот этого колебания, этого же очень-очень такого зыбкого баланса, нужно каким-то образом гирьку эту на свою чашу перекладывать. Но он же ничего такого не обещал, даже на встрече с Зеленским. То есть, он говорил, у меня хорошее отношение с Путиным, на что Зеленский спорил, но надеюсь, что у нас с вами они лучше. Ну, и так далее. То есть, всё тоже в концепции того, что он завершит войну за 24 часа. И мало того, вы понимаете как, он же ведь не оглашает плана напрямую. Зеленский же сказал, а у Трампа плана нет. А он отвечает, вторит ему, говорит, всему своё время. Вот придёт время, я скажу. То есть, он не берёт на себя никаких обязательств. Сейчас, вот буквально накануне, несколько дней назад, он заявил о том, что в разговоре с Путиным он сказал, прости Владимир, что я вот типа бомбить буду в Москву. Если так надо, значит, тоже его понимаете. Он мог же этого не говорить. И я, кстати, уверен, что Путин так сказал. Он эксцентрично, он даже в это интервью в Сиджору добавил, ну, я вообще сумасшедший. С меня чего взять? Но он это сказал. Почему он это сейчас сказал? Самый канун выборов. Потому что, опять же, те же советники говорят, нужно проявить жёст, нужно показать, что ты не какая-то марионетка московская и так далее, что ты ведёшь себя самостоятельно. Я думаю, что какое-то крыло республиканской партии сильно недовольны позицией Трампа по Украине и по России. И они оказывают на него, соответственно, политическое давление, что так нельзя. Ты распугаешь всех наших избирателей. И так уже какая-то значимая часть истеблишмента республиканского, она выступает против Трампа. Дик Ченни поддержал Камалу Харрису, он бывший вице-президент Буша-младшего. Мало того, есть организации целые, республиканцы за Харрис против Трампа. Гигантская организация, которая поддержит Камалу Харрис. Более того, Камала Харрис сказала, что она возьмёт к себе в администрацию республиканцев. То есть, она играет на этом поле тоже. Она, безусловно, представитель эстеблишмента. Она партикулярный такой, надёжный представитель американской элиты. И поэтому Капитолий, условно говоря, глубина государства с ней связывает некие традиционные подходы политики. И в этом смысле гарантий для Украины здесь больше. Некая коллегиальность, коллективность решений. А Трамп – нарцисс и эксцентричный человек. Он может и так, и так. Я не исключаю, что он действительно может довести ситуацию до того, что либо я буду бомбить Москву, либо давай, Володя, соглашайся с моим планом мира. Какой план у мира? Ну, скорее всего, разменный. Как у девелопера, как у торгаша как раз. Он может сказать, вот тебе оккупированная территория, мне Украина остальная. Ну, НАТО там. Но Путин-то нас с этим не согласится. Мы-то это знаем. Он уже 10 раз об этом сказал. Он не согласен. Что Трамп будет на этой должности. Камала Харрис. Он не согласен. И вот тогда дальше уже вопрос. На что пойдёт Трамп? А на что не пойдёт Трамп? С Камалой Харрис. Более определённая ситуация в этом смысле. Вот я хочу вас спросить. А когда наступит тот момент, когда этим лидерам западного свободного мира уже наконец-то будет пофиг на то, с чем согласен Путин, с чем не согласен? Они будут делать всё, чтобы защитить человеческие ценности, чтобы защитить вот то всё, на чём их страны вообще основаны в лице Украины и агрессии российской против Украины? Ну, чисто теоретически, когда Путин замахнётся на большее, чем просто Украину. Когда уже затронуты будут национальные интересы самих же Соединённых Штатов или стран Западной Европы, тогда уже деваться нет. Надо будет уже принимать жёсткие, неотвратимые и необратимые решения. Понимаете? Когда что-то зайдёт дальше Украины, Путин же на этой грани постоянно, ну, так сказать, болтается. Он её пытается... Ну, например, Марк, например, что вы имеете в виду? Ну, например, смотрите, сейчас он начал пересекать, потому что вовлечение в войну Северной Кореи и Северокорейской насущей, это, безусловно, переход, это такой красный вид. Конечно, безусловно. Но до этого, понимаете, ну, например, падение осколков ракет или самих ракет на территории Румынии и Польши. Это тоже, в общем, конечно, пересечение, потому что если такая ракета убивает польского гражданина, румынского гражданина, ещё какого-то гражданина, ну, то есть, понимаете, убивает Москва или убивает ракеты? Вы же могли не пускать на территории стран НАТО эти ракеты? Вы могли вообще не начинать войну в Украине? То есть он то и дело на этих гранях останавливается. Он умеет, так сказать, и отдаёт себе отчёт, что война с НАТО для Путина – это недопустимый сценарий. Но то и дело он проверяет. Он легко заходит на эту территорию и отдёргивает ногу, понимаете, чтобы от воды прохладная она или нет. Он пока ещё таким образом... А помните беспилотник американский? Он сбил, так сказать, истребитель, пустил газы над бассейном Чёрного моря и так далее. То есть это всё проверки. Мы должны констатировать, Запад их пока до сегодняшнего дня не прошёл. В том их смысле, что на это надо было отвечать, так сказать, ударом в 10 раз более сильным, и тогда бы этого не повторялось, на этом бы всё остановилось. А вот Северная Корея – это шаг дальше. И причём значительный шаг. Это шаг в сторону мировой войны. Ты вовлекаешь двусторонний конфликт, это условия конфликта локального, регионального. Ты вовлекаешь непосредственно... Помните, как всегда НАТО говорит, любое втягивание нас в войну, непосредственное соприкосновение с Россией – это война, эскалирующая большого масштаба, вплоть до мировой. А здесь он не боится с той стороны привлекать северокорейских военнослужащих, таким образом конвертируя, трансформируя эту войну в мировую. А как должны были бы США сейчас отреагировать и ответить на то, что Северная Корея уже вступила полностью широкомасштабно в эту войну на стороне России? Но они проверяют эту информацию, ведь Остин, глава Пентагона, заявил о том, что пока нет ещё твёрдых подтверждений, что северокорейские военнослужащие уже находятся на оккупированной территории Украины и вовлечены в боевые действия. Хотя я считаю, что это уже неотвратимо, это точно произойдёт. Они могут попробовать сначала в Курской области, а там, где Курск, там и Сумы, где, извините, опять же, территория оккупированная Украина, они же считаются своими субъектами Российской Федерации, они скажут, что они воюют на территории субъекта Российской Федерации, Донецкая область, Луганская область, я не знаю, Запорожская, Херсонская. Мы же приняли их в состав Российской Федерации, это конституционная территория Российской Федерации, с точки зрения Российской Конституции. Но мы же понимаем, это речь не о вот этих всех безумных интерпретациях, а речь идёт о волевом решении. И это волевое решение, на мой взгляд, уже принято, и, безусловно, они публично заключили соглашение о взаимной военной помощи между Пхеньяном и Москвой. Поэтому ещё и ратифицировали его и так далее. Как должен Запад ответить? Ну, Запад, во-первых, должен, как минимум, сейчас все те меры, которыми он грозился, уже принять. Ну, например, разрешить Украине использовать дальнобойные средства, причём их добавить ещё, и разное, диверсифицировать их, для удара вглубь территории России. Это логично? Ну, более чем логично. Простите, если Украина является объектом войны не только самой Москвы, но и её союзников, приехавших за 3-9 земель, а как ей тогда защищаться? Хороший вопрос. Вы-то не вовлекаетесь, но если по логике они привлекают в Северную Корею, то надо, ну, как минимум, Южную Корею привлекать. Ну, так, по этой логике. А вообще-то НАТО. Ну, погодите, тогда получается, можно руками северокорейцев пойти и в Польшу, можно пойти и в страны Балу. Это не мы, это северные... А мы-то что? Это северные Кореи. Ну, что-нибудь в этом роде, такую же идиотскую игру поиграть. А Москва её не раз демонстрирует. Их там нет. Вот это вот всё бесконечное. Знаете, в дурака играть, рассказывать, что это конституционная территория, Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская области, Крым и так далее. То есть Запад должен сделать то, что он и без того собирался сделать. Но сейчас из-за того, что он это не делает, происходит вот именно это. Вот если бы Запад это раньше сделал, то северная Корея не появилась бы на территории Российской Федерации. Просто не появилась. А сейчас, когда вы проявляете слабость, вы не деэскалируете ситуацию, не эскалируете её контролируемо, как говорит Селева. Вы её, наоборот, вызываете ещё большее обострение. Вот оно к этому и пришло всё. Вот и всё. Вы говорили о плане Трампа, а я хочу вас спросить о плане Зеленского, о плане победы президента Зеленского. Вот Лимонде написала, что США уже готовы, в принципе, приглашать Украину в НАТО, что само по себе является сенсацией, если это так. В том случае, если побеждает Харрис, и вот в момент 5 ноября до инаугурации нового президента, это Байден может начать действовать как человек, который хочет войти в историю со знаком плюс, получить Нобелевскую премию мира, пригласить Украину в НАТО, не знаю, дать всё оружие, которое нам необходимо, и сразу, а не по чайной ложке. А у меня вопрос. Это только Лимонт об этом пишет, а сам Байден об этом не может заявить, или Камала Харрис? Простой вопрос. Это надо делать именно через сливы? Ну, простите, мы верим делам. Обещать, это, знаете, такое дело. Мы таких обещаний много всяких слышали, очень много, за эти 20,5 года. То есть, там столько раздавалось каких-то совершенно невероятных гарантий и обещаний, что есть основания всё-таки исходить из того, что, знаете, ну, мало ли чего Лимонт написал. А Камала Харрис победит, например, этого не произойдёт. Вы с кого спрашиваете, будете с Лимонт? Поэтому сейчас время такое, спустя 2,5 года. На начальном этапе войны это Канала. О, видите, какая обнадёживающая информация. А когда 2,5 года война длится, уже больше, там, 2,6, да, больше, этого недостаточно. Вообще недостаточно. Для этого нужны какие-то конкретные действия. Ну, а потом, смотрите, какая проблема-то состоит в чём. Инагурация 20 января, допустим, победила Харрис, 2025 года, следующего года. Меньше трёх месяцев у того же Байдена остаётся на это решение, на то, чтобы пригласить Украину в НАТО. Следующий саммит будет только летом, на котором официально можно такое приглашение, собственно говоря, огласить, когда уже будет новый президент Камала Харрис. Ну, можно анонсировать это, можно продекларировать, можно публично объявить, но само решение, оно в лучшем случае летом произойдёт. То есть, приглашение официальное, на саммите НАТО будет официальное приглашение Украины для вступления. Ну, до лета ещё произойдёт столько всего, понимаете. То есть, может ли оказать эффект объявления о том, что такое намерение есть, какое-то вот воздействие на Москву, на противника военном, политическом, геополитическом и других смыслах? Может, да, может, нет. Вопрос убедительности, понимаете. Москва исходит из того, что любые слова, не подкреплённые делами, ничем не грозят. И они много раз это демонстрировали. Поэтому, на самом деле, я бы сказал, что мы можем обсуждать сенсационность и, так сказать, решимость публикации текста в лимонт, но, повторяю, для этого нужно подкрепить чем-то более основательным, подобного рода заявление, подобного рода информацию. А как вы восприняли статью, вернее, это была статья колумниста, их постоянного рёбки, статью Билд о том, что якобы Украина, если её не принимают в НАТО, готова опять вернуть себе ядерный потенциал, ядерное оружие, учитывая, что, согласно Будапештскому меморандуму, по сути, все страны-подписанты, это страны Запада, мы уже не говорим о России, которая это сделала, Украину обманули, потому что, отдав ядерное оружие, они должны были гарантировать нам нашу территориальную неприкосновенность, более того, там даже записано экономическую безопасность. Вот когда вы увидели эту всю историю вокруг, ну, офис президента, понятно, это опроверка, они сказали, что не соответствует действительности, да, что вы подумали? Вы понимаете, я безотносительно статьи рёбки, в Бильде, считаю, что этот вопрос, безусловно, в ближайшем окружении, самом узком круге, лиц ответственных из военно-политического руководства, окружения Зеленского, вопрос, безусловно, обсуждается, вне всяких сомнений. Вы понимаете, очень сложно обсуждать этот там Талибан, у которого, извините, никогда ядерного оружия не было, нет атомных реакторов, нет материалов, нет урана на своей территории, нету технологических возможностей, нету институтов, а в Украине это всё-всё есть. Ну, понятно, что это всё равно технологически сложный процесс, нужно оружейный плутоний получить, нужно там много чего сделать, пусть эксперты, специалисты сами это оценивают, насколько это возможно. Для меня предельно важен вопрос. Украина вот сейчас, в нынешнем её состоянии, в условиях войны, в условиях разрушений, отъезда специалистов и так далее, может создать атомное оружие или нет, я больше склоняюсь к тому, что скорее да, чем нет. Я больше склоняюсь к тому, что Украина такие возможности имеет. Почему я так рассуждаю? Ну, потому что, во-первых, как я уже сказал, есть некий потенциал, то есть есть атомные реакторы, есть топливо, есть материалы, есть специалисты, есть подземные разного рода объекты на территории ядерных объектов в Украине, которые контролируются Киевом и так далее, где эту работу произвести можно. Ну, как минимум, допустить некий пороговый уровень для создания ядерного оружия. А дальше я рассуждаю политически. Вот хорошо, что войска один раз уже российские стояли под Киевом. Там практически на окраинах Киева, если не дальше. Уже посмотрели, чем это заканчивается. Это заканчивается горой трупов. Ну, фактически угрозой вообще прекращения существования Украины. Это же так надо трактовать, или как это надо? То, что Россия вторглась на территорию Украины в первый февраль-март месяц, фактически бои шли в Киевской области. Украина может это допустить еще раз? Ну, простой вопрос, элементарный. Вот она может допустить, что хоть с Беларуси, хоть с другого места. Ну, вот они пошли. Ну, с Беларусь. Да, от Сум поехали. Дошли до Киевской области. Что делать Киеву в этой ситуации? Что, дислоцироваться во Львов, а потом переезжать в Польшу, как предлагали та же Харрис, Зеленск. Вот, что надо делать в такой ситуации? У меня простой вопрос. Допустим, приходит к власти Трамп, давайте фантастическую ситуацию нарисуем, и отказывают в военных постах. И без того, он спикер Джонсон сказал, я больше не хочу выделять денег Украине. В этом октябре заканчивается вот в конце месяца финансовый год, и надо формировать новый бюджет на следующий год. Вот у Украины нет больше тех вооружений, тех боеприпасов, финансовую помощь для ведения войны со стороны Соединенных Штатов. Это львиная доля. 60 с лишним миллиардов по году на три страны, но большая часть досталась Украине. Что делать украинскому руководству? Вот что оно в такой ситуации должно быть? Просто интересно. Я не нахожу другого варианта ответа, кроме как действительно всё-таки тайно, безусловно тайно, но продолжать работы по созданию ядерного оружия. Я не вижу другого пути. Учитывая, что война длится уже два с лишним года, два и шесть, а сколько она должна длиться для того, чтобы прийти к своему завершению? Это просто сроки или это ситуация военная? С учётом её усложнения, причём существенного усложнения на всех участках фронта, и в Запорожье, и в Донецкой области, и на Курском направлении, и в Харьковской области, везде тяжёлая ситуация, очень тяжёлая ситуация. Москва наступает. Что должно делать украинское руководство? Что, вот умереть ради того, чтобы остаться верным обязательствам о безъядерном статусе, ну, и всего из него вытекающего? Вот что должна Украина делать? В моей логике, да, такое оружие должно быть обретено Украиной, и я думаю, что какие-то действия в эту сторону, безусловно, совершаются. Они, конечно, секретные, никто никому ничего не расскажет, никто никогда ни в чём не признается, но работы такого характера, они идут. Как минимум, для того, чтобы в любую минуту получить результат, подготовленный результат. Вот такое моё мнение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!